Переведено и озвучено по версии... Сегодня мы здесь, для, возможно, самой эпичной игры в трайк. У нас тут трое самых лучших трайкеров. Фетти Поттер, Уззи Уокер Дэниел и Найджел Райан Джонс. По всему парку, всё считается. И они кастомизировали байки под себя. И давайте-ка поглядим по-быстрому на их дизайны. Тут у меня кровь жертв, которых я победил, играя в скейт на трайках. Тут у меня вдохновляющая цитатка. Воды, команда Козёл. Тут у меня Дары Смерти. И если посмотреть с этой стороны, тут у меня Пип, маленький Пип. Просто невероятно. Но ты забыл про колёса. О, да, только гляньте на мои катки. Уззи, покажи нам свой дизайн. У меня тут белый, у меня тут чёрный. Хотел немного белого и чёрного. Тут у меня наклеечка, Америка. Украсил немного руль. А вот тут у меня моё вдохновение за Бекки. И тут всё чёрное. Вот тут я оставил немного жёлтого. Типа как гоночные полосы. Я расскажу вам про колёса. Слышали о резине Гудьир? Эти круче, это Бекки и Найджел Райан Джонс. У меня всё просто. Это Элеонор. Тут немного изоленты. У тебя диски чёрные. Ага. Тут у меня американский флаг. И это всё? Ты снял тормоза? Да, потому что я не трус. Нам всем будет жаль, когда перед нами будет стена, и мы-то все остановимся. Но это не обычная игра в Трайк. Сегодня кое-что на кону. Вы готовы? Победитель сегодняшней игры в Game of Trike получит... Золотую вилку. Можете есть ей что угодно. Сегодняшний победитель будет первым почётным победителем золотой вилки, окей? Если вы хотите передавать её по наследству будущим поколениям, это мы ещё обсудим. Но пока что вот это приз. Вы боретесь за золотую вилку. Скидывайтесь и погнали. Найджел, ты первый. Порядок таков. Найджел первый. Узи второй. Фетти последний. Я буду судить жёстко. Погнали. Мы уточнили правило того, что нога не может касаться земли. Если она касается вот так, не считается. Но если ты приземлил безумный трюк, и твоя пятка такая... Бам! Отскочила. Так мы разрешаем. Потому что времени у нас немного. Начнём с самых основ. С основ. 50-50 вот там. Давно мы не играли в Game of Skate на трайках. Я даже скучал. Ты еле удержался, Узи. Смотри осторожней. Я не знаю, как он это делает. Но Фетти едет со скоростью в два раза больше, чем все остальные. Я не знаю, как. То, что Фетти делал. На Фейки. А я ему говорил. Я говорил. Во что ты себя впутываешь? Я хочу сказать. Этот трюк ещё никогда не делали. Для кого он? Для Бекки. Вот тут вот. Фейки 50-50. Парень. Парень, а ты уверен? Прости меня, Бекки. Мой ход. Сделаю мэниуэл вверх по кикеру и с него. Хорош. Это буква! Бекки. Бекки! Это для Бекки! Это для Бекки! У нас уже началась грязная игра. Ты типа и заденешь, и заедешь. Чё? Как? Где ты этому научился? В книжке прочитал. В этом нет никакого смысла. Потому что переднее колесо сначала заехало, а потом оно отскочило. Полная отдача ради Бекки. А я ведь всё объяснял. О, нет! Ты сломал. Ты сломал сиденье. Сиденье? Ты въехал туда с такой силой. Я знаю. Он делает грайнд. На грайнд. Это интересная техника. Посмотрим, сработает ли. Почти было. Что у тебя, Энджей? Фифти на Фекки. Это было... Вообще-то отлично сделано. Я горжусь тобой. Я упал. Я думаю, он крутился в другую сторону, да? Да, это был фронтсайд. Нет! Я пытался удержаться. Как думаешь, кто победит? Я думаю... Фу-зин-джел. Норм отмазался. Хорош. Я думаю, у меня есть хорошая идея. Но знаешь что? Иногда плохие идеи. Это лучшие идеи. Я думаю, он поехал головой. Он даже не знает, что он делает. Иногда нужно идти напролом. Чё? У тебя вообще будет скорость, чтобы заехать туда? Вот сейчас мы и узнаем. Но, скорее всего, нет. Это для Бекки. Следующий раз тоже для Бекки. Боже мой, Найджел. Ты не бережёшь свою жизнь. Нормально, Узи. Это пойдёт. Но я не думаю, что камера может передать то, что Найджел только что сделал. Это было ужасающе. Ну да, Гейб. Я думал, мне придётся добавить ещё одно пятнышко за Найджел. Ну, типа, кровь вот здесь. Ну, ты понял. Он был бы у меня вот здесь. Но он приземлил. Он жив. Я пытался закинуть переднее колесо на бокс. Я думал, это имеет смысл. Давай Узи, теперь ты. Узи. 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 Я думаю, я украду его трюк. Ты про Грайнд? Да. Он коснулся пяткой. Но теперь так можно. Не надо было спрыгивать. Он читер. Он тренировался. Фетти, как это было? Это было очень страшно. Фетти, тебе нужно сделать ещё что-нибудь такое. Итак, значит, я полечу, да? Ударю. Ударюсь передним колесом. Ну, ты знаешь. Приземлю. Проскольжу. В мини-рампу. Ты сделаешь трансфер с кикера в мини-рампу. Найджел, теперь ты. Гейб, что происходит? Вообще-то я понятия не имею. Найджел, ты чё наделал? Всё так и было. Ау! Почему? Почему я застрял? Вот тебе моя теория. После того, как я там зацепился, моё сиденье теперь дальше, чем у других. Поэтому теперь, когда я вылетаю с рампы, я не могу отклониться назад, чтобы сделать Уилли. Оооо! Как это случилось? Вышел поглазеть? Фетти специально зашёл и сказал, что он собирается сделать что-то безумное. Нет! Давай, ползи! Ты в порядке! Мне нужна вилка! Дайте мне вилку! Оооо! Нет! Я вписался в пол довольно жёстко. Мне плевать на последствия. Я сделаю это. Оооо! Ууу! А ты хорош! Чел, это было просто. Что случилось с первым разом, когда я это делал? Добро пожаловать к дрифт-трайкам. Это безумие, блин. 2018 год. Мы эволюционируем. Я сделаю эйр на мэнуэл. Почти сделал. Я подскользнулся. Фетти ещё никогда так сильно ничего не хотел, как эту долбаную вилку. Ооо! Не может быть! Я хотел перебежать на ту сторону перед ним. Хорошо, что я этого не сделал. Хорошо, что ты меня остановил. Отлично! Полная отдача! Ведь почти получилось. Ты мог сделать. Ещё одна попытка. Вспомни, что на кону. Я помню. Ты сможешь, Найджел. Сойдёт. Я думаю, это мы засчитаем. Это безумие. Но мы засчитали. Это была полная отдача. Надо передвинуть это к пяти ступеням. Что вы там говорили? У нас неделя банджи, да? Окей. Ну, хорошо. Ты чё, шутишь, что ли? Я сделаю это без банджи, смотри. Без банджи полная отдача. Как только я вылетел с кикера, моё переднее колесо направилось вниз. И я такой, у меня не получится, у меня не получится. Я не рекомендую делать это без банджи. Но ты всё равно ехал быстро. Ты сможешь, Узи. Я просто дам тебе ещё раз взглянуть на то, что ты можешь выиграть. Он не использовал банджи. Но это же не неделя без банджи. Это неделя банджи, значит, надо её использовать. С банджи я взлетел довольно высоко, а я даже не разгонялся с ней всё время. Так что, если поставить тот кикер на приземлении, им придётся использовать банджи, чтобы залететь на него. Если я умру, это всё для фанатов. О, боже, я так перепугался за свою жизнь. У тебя получится, Фетти! Давай ещё! Это самый монструозный трюк на дрифт-треке в истории Брейлхауса. Фетти, у тебя получится! Фетти, Фетти, Фетти! Может, сначала ты хочешь передать что-то своей маме или коту? Я люблю вас, ребят, это правда. Думаешь, приземлит? Я не знаю, мне страшно. Может, уже пора вызвать скорую? Просто на всякий. О, мой Бог! Это не Джаля Банджи, детка! Йоу! Я не буду врать, я не знаю, как ты это сделал, но это было круто. Попридержи ножки, или это конец? Ну, опять! Фетти, как ты умудряешься ломать столько колёс? Ты не видел, что я делаю? Фетти, что ты сделал со штанами? Я их порвал. Думаешь, получится? Сейчас мы узнаем. Мне нравится. Теперь... Теперь твоё время сиять! Самая полная отдача? Да. Самая полная отдача, которую ты только мог отдать. Я думаю, это опасно. На его месте я бы одел шлем. Это довольно... Ау! А, не, всё нормально. Полная отдача. Езжай быстро! Моя кепка меня ослепила! Вы это видели? Погоди, погоди, не одевай. Давай, Фетти, ты сможешь! Я боюсь. Сделай его! Фетти меняет байк, чтобы у него колесо не треснуло. Фетти! Фетти! Понятно. Я хочу это видеть. Чё? Без ног. Должно быть чисто. Мама, ты вырастила мужчину! Вау! Найджел, у тебя две попытки. Будешь пробовать? Я ещё думаю. Я сломал ещё одно. Что думаешь? Я правда хочу попробовать. Но я ненавижу банджи. Я думаю, я единственный здесь человек, который ненавидит банджи. А ты чё не любишь банджи? Потому что его сложно натягивать. Отдай мне вилку, доверься. Это мне? Я получаю последнюю букву. Вилка твоя, ты ненормальный псих. Поздравляю, Фетти, вилка твоя. Ты хоть раз проигрывал? Неа. Фетти, непобеждённый чемпион. А теперь и обладатель вилки. Так когда будет следующая решающая игра? Мы решим, когда придёт время. Но когда это время придёт... Мы встретимся на улице. И вилка снова воспарит. Отлично, ребят. И это было последнее на данный момент воплощение игры в трайк. Это было весело. Вы все отожгли. Дай пять. Все дайте пять. Ник, спасибо, что натягивал банджи. Спасибо, Марио. Никто тут так не может вообще. Никто, кроме Ника. Похлопаем ему. Иди сюда, Ник. Ник, он как батя. Брейл батя. Я ему такой, Ник, у меня идея. Иди-ка сюда и помоги мне убить себя. Но Ник, он крутой батя. Вместо того, чтобы сказать, нет, не делай этого, сын. Он такой, ха-ха, дай-ка натяну для тебя банджи. Ник, а ты ничего не хочешь рассказать про наш Брейл Шоп? Может, у тебя есть что-то? Там столько крутых вещей сейчас. У нас там хендборды. Всё с новыми дизайнами. Так круто. Зацените. Вы найдёте это на Brailskateboarding.com. А ещё вы можете подписаться на нас в Инстаграм. Я Гейб Крюс 01. Он Узи Уокер. Фетти Поттер. Найджел Джонс. Марио СБ 95. И Бум Слэкер. Заходите к нам в Инстаграм. Спасибо вам огромное за то, что посмотрели это видео. Вы даже не знаете, насколько весело было его снимать. Несмотря даже на этот страшнейший трюк, который сделал Фетти. Но хорошо, что ты его сделал. В общем, спасибо за просмотр, подписка, лайк и комментарий внизу. И как сказал Ник, всё, что вам нужно, вы найдёте на Brailskateboarding.com. Увидимся в следующий раз. И пишите комментарии, если хотите ещё. Да пребудет с вами Вилка. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова